Какой балет, о чем? Я постоянно плакала. Прыгай так, оп. Мы обычные люди, мы артисты, это такие же люди. Мы будем больные, кривые, косые, выходить на сцену. Мы фанатики. Ну, что, Пала сказала, вот это можно пересать. В балете нельзя говорить, и так пойдет, потому что теряется качество исполнения, теряется все абсолютно, и ты начинаешь деградировать. Стать балериной, это очень сложно. Очень тяжелый труд с самого детства. Мне нужна всегда стойкость характера, выносливость, самокритика, бесконечные какие-то поиски себя. Я знаю таких балерин, которые так не относятся к себе, но я постоянно себя копаю, копаю. И это не саморазрушение, это, наоборот, улучшение себя, своего творчества, своей работы. Нина Малеренко – солистка балета, ведущий мастер сцены, член Союза театральных деятелей России. С 2011 по 2013 годы работала в Новосибирском академическом театре оперы и балета. С 2013 года – прима-балерина Омского государственного музыкального театра. В 2016 году получила медаль МЧС России за спасение утопающего. С 2021 года является руководителем собственной студии «Любимый балет». Я пришла в балет чисто случайно. Никто даже не думал и не догадывался, что я могу стать балериной, тем более еще и ведущей. Так случилось, что я в 5 лет пошла в руссконародный коллектив. В итоге он распался. И на тот момент мне было 9 лет. То есть 4 года я отходила в «Метелицу». И Марина Валерьевна Жружгова, это мой первый педагог, посоветовала моей маме девочку отдать в балет. Потому что очень перспективные данные, способная, то есть фактурная. То есть девочка стройненькая, ножки длинные, ручки длинные. И мама сначала сказала, какой балет, вы о чем? И как-то, ну, мы и балет. И в итоге все-таки мама решила меня отправить просто просмотреться в Новосибирское хореографическое училище. Мы спонтанно собрались. Папа вечером нас отвез, в этот же день отвез на вокзал. И мы поехали, собственно, в Новосибирск. Мне сказали обязательно приезжать на общий просмотр. Он проходит всегда 1-2 июня, первый отбор. Вот, и я приехала туда в июне. Как сейчас помню, но у меня была джинсовая юбка. Вот, и мы туда приехали на просмотр. И 100 человек прошла только я, моя одноклассница, тоже из Омска девочка, и одноклассник. Вот три человека. То есть вот такой раньше был у нас, да, жесткий отбор проходили. Причем детки были со всей России. Не только там ближайшие города, а со всей России. Так как я из Омской, и хореографическое училище было в Новосибирске, я жила в интернате, общежитие так называется. На третьем этаже мы жили, на втором обучались. И вот как-то в 9 лет меня так отдали родители, оторвали от сердца. Я постоянно плакала. В общем, жизнь одной мне была тяжела, так скажем, потому что я не могла смириться с тем, что как мама у меня далеко в другом городе, и она приезжала каждые две недели. Тогда еще не было сотовых телефонов, и мне самый первый в Новосибирске купили в училище телефон Nokia 3310. И даже вот недавно мы в интернете как-то зашел разговор, и девчонки из других сейчас стран, которые работают в других странах и городах, пишут, да, мы помним, что у тебя был первый телефон. Для меня балет — это очень статусно, потому что балерина, даже балет и балерина, это как-то сразу звучит, и ты чувствуешь себя так вот прям балерина. Балерина. Сколько реально у вас времени, чтобы заявить о себе? Потому что это профессия, в которой вот слово «поздно», оно… Да, балет, вообще балет — это короткий век для артиста, для балерины, для артиста балета. В общей сложности мы работаем до пенсии 20 лет, мы должны отработать. То есть в 18 мы выпускаемся, плюс 20 лет, в 38 лет мы уже на пенсии. Но мы можем танцевать и исполнять такие же ведущие партии, если ты на ведущей ставке, если ты в форме. То есть тут зависит уже от твоей физической подготовки, от твоей выносливости и вот таких вот именно внешних тоже дел. Иногда, что долго не одеваешь именно эти пуанты, они могут немного быть уже, и поэтому немного воды, чтобы они растянулись, чтобы было комфортно. А много вообще у балерины пуант? Да, много. Не сосчитать. Серьезно? Да, очень много. А срок жизни одни, одни пары? У всех по-разному, в зависимости от спектаклей, от нагрузки, от количества репетиций и от фирмы Пуант все индивидуально. Если ты изначально пришел в кардебалет, допустим, как я выпустилась, я в Новосибирске пришла на ставку кардебалета, да? А потом тебя уже видит хореограф, тебя уже видят начальство, и педагоги присматриваются. Меня сразу схватил педагог и как бы пригрело к себе. И потом все зависит только от тебя. Ты, может, просидишь, допустим, бывает тоже такое, что сидишь там 2-3 года, работаешь, работаешь, не замечают, а потом раз и стрельнула. Ну, то есть все возможно. Конечно, я не говорю о том, что там ближе к пенсии тебя стрельнет, нет. А вот первые лет 5, я так считаю, что можно заявить о себе, чтобы стать ведущим артистом. Ну и, в принципе, самый пик, наверное, вот прям звездности, это где-то к 30-35, вот этот вот период, да? Если ты начала, вот как, допустим, в моей истории, да, в жизни, у меня получилось так, что я в 20 уже стала ведущей. И вот сейчас, наверное, это самое-самое такое у меня прям хорошее время. Потому что есть опыт, ты уже знаешь, как себя вести, вообще как где-то выдохнуть на сцене, где-то, ну ты знаешь, что зритель не заметит, потому что когда ты только приходишь с училища, ты там тянешь все ноги, стопы, тебе плохо, ты не знаешь, как вообще тебе дышать на сцене. А когда уже ты на опыте, то, естественно, есть такие вещи, где я знаю, здесь не видно, здесь все спокойно, я отдыхаю, дышу, набираю сил. Нужно доказать, что ты балерина. Доказывает сцена. Сцена – это лицо. Балерины – это, да, если есть какие-то там, я не знаю, зависти, склоки, еще что-то, это все вылезает на сцене. Манера должна быть у балерины достойная, без каких-то там истерик, чтобы все это было… Ну, что, Пал сказал, вот это можно перезать. Мы обычные люди, мы артисты, это такие же люди. Мы обычные, и нет там каких-то, я не знаю, суперкорон на голове, или там кто-то с кем-то не разговаривает и не здоровается. Нет, это одна… Вообще театр – это одна большая семья. Семья с семьей, но, как в любой семье, есть всегда недовольные родственники. Есть. Мне кажется, это в любой профессии, везде так. Конечно, тебя всегда обсуждают. Если ты лучше, тебя всегда, но не будет такого, что тебя будут все хвалить. Поэтому это тоже нужно проглотить, поднять голову и идти дальше. Мне даже иногда нравится, когда так делают, потому что они подбазривают. Ведь человека не будут обсуждать, когда ты никто. Обсуждают только тех, кто что-то значит. Как выделиться в балете, чтобы говорили об авторском почерке? Авторский почерк – это, скорее всего, балетмейстер. А мы, артисты, мы исполняем. И есть такие моменты, где тебе балетмейстер ставит задачу и говорит, вот здесь у тебя будет импровизация. То есть здесь ты должен показать всего себя, во что ты гораст. В моей истории было пару раз, наверное, чтобы сказали, здесь что-то свое придумай. А так все-таки текст, он существует балетмейстера. Получается, что и лавры забирает балетмейстер. Потому что он поставил, да, балетмейстер поставил, и все лавры балетмейстер. А ты, человек подневольный, ты делаешь то, что скажет тебе свыше. Кушать. Балерина прежде всего и женщина. Для меня это важный момент. Я успела выйти замуж, забеременеться и развестись. Но это самое главное, что я родила. И я родила в такой момент, когда мне было 25 лет. Это возраст, когда я уже стала ведущей балериной. И могу себе немножечко позволить родить для себя дочку. Я, конечно, когда узнала эту новость, Надежда Станиславовна Калинина, она наш главный балетмейстер музыкального театра, она прилетела ставить балет на Нину Малеренко. Я начала репетировать с одним партнером, с другим. И я понимаю, что я вот, что-то у меня с психикой не в порядке, что мне хочется плакать, я какая-то вот, ну, не такая. И я резко похудела. А потом я думаю, сделаю я, наверное, тест. И я вижу, что у меня беременность. И я, естественно, я была рада. У меня как бы никаких мыслей. Я сразу сказала себе, что я буду рожать. Потому что, на самом деле, балеринам очень сложно некоторым исполнить роль матери в жизни. Вот я пришла к Надежде Станиславовне и сказала, у меня будет ребенок. Немного меня поотговаривали, что, может быть, как-то, я не знаю, может быть, я смогу в таком положении отработать спектакль. Я так посчитала. Думаю, это будет как раз уже третий-четвертый месяц беременности. И, наверное, не нужно этого делать, рисковать. Вот и так я, собственно, ушла на совсем короткий срок в декрет. Родила я. И через два месяца ровно я уже порхала в зале. А когда Кире дочке уже было три года, я исполнила партию Кончиты в балете Юноной Авось. Это был мой первый вводный спектакль после беременности. Поехали! Дела вот ребенка и очень быстро восстановилась. Для балерины, конечно, в таком молодом возрасте она умничка, что это сделала, хотя не каждый главный балетмейстер и постановщик обрадуется таким событием в жизни балерины. Но она действительно работает по полной программе сейчас, как и обещала. Кира на репетиции приходит в театр? Да. И высиживает? Да. Она с шести месяцев высиживает. Серьезно? Да. Когда Кире было полгода, она ходила уже со мной на репетиции и только играет классическая музыка и ребенок спит в отключке. Ты репетировала, а Кира ждала? А Кира спала, ждала меня, да. То есть может играть сама с собой. У нас есть в театре специальный уголок для детей, где там игрушки мы приносим. Вот. И дети у нас играют. Театральный ребенок, привыкшая ко всему. Балерина не всегда в своей супер-супер форме, потому что мы опять же люди, мы не роботы. Есть такие вещи, как называется отпуск, какие-то больничные, травмы. Бывали травмы прямо на сцене, и ты танцуешь иногда под обезболивающими какими-то препаратами. У меня в жизни много таких историй тоже, потому что в Новосибирске, я помню, танцевала тоже в балете Дон Кихот под рук, и у меня случился разрыв в стопе, на подъеме, прямо во время вариации. И, собственно, меня увезли в травмпункт сразу же. Девочка танцевала, подменила другая, та, которая знала порядок движений. Бывало такое, что у меня уже в Омске, здесь не так давно перед Лебединым озером, защемило спину, я не могла поднять ногу, у меня прогон, и я не знаю вообще, как шевелиться, и ногу поднять совершенно невозможно. Естественно, другой состав уже не ведут, потому что завтра спектакль. И приходилось идти к мануальным терапевтам тут же в этот же вечер после спектакля. Слава богу, у меня есть такие знакомые, которые мне всегда могут помочь в любое время суток, уколы, и выходишь завтра на сцену. То есть вот такое тоже бывает. Мы будем больны, кривые, косые выходить на сцену, чтобы порадовать зрителя, ведь ты заявлен на спектакле. Мы фанатики. Я бы так, наверное, это все назвала. Раз, и вперед, 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 складывайся, плоская спина, колени, Ксения. И вырастаем два, так же на себя. Педагогика для меня с детства, еще вот когда я училась в руссконародном коллективе, я фанатела, вот я, я правда фанатела от Марины Валерьевны. Я на нее смотрела, я не знаю, как на бога. И я дома изображала полностью ее манеру воспитания детей, садила игрушки. У меня даже были невидимые дети. Я включала кассету, диски, музыку, считала, ходила по кругу, как вот Марина Валерьевна раньше так делала, и я. Потом я пришла в училище. Педагоги говорили моей маме, что у Нины есть способность именно объяснить, показать, как это сделать, найти ошибку. И будучи уже, я работаю в театре, я иногда подрабатывала, меня просили там, посмотрите девочку, там, позанимайтесь с девочкой. Я как-то вот так, туда-сюда. Потом я переехала в Омск, и меня позвали работать в Центр художественной гимнастики. Там я проработала года два, наверное. А потом я пошла, поступила в Достоевский, поступила в педуниверситет, закончила магистратуру. И задумалась, почему бы не открыть свою школу. Вот открыла школу балетную. Существует она уже два года. Очень важно, вот этот первый педагог, это как молоко матери, наверное, объяснить все правильно. И я девчонок с большим удовольствием воспитываю, отправляю в училище, поступаю в училище и учатся, и становятся балеринами. Стоять! И раз! Два! Закрыть! И два! В сторону раз! Педагог – это не тиран. Педагог – это, знаете, как вторая мама, наверное, должна быть. Потому что без доверия не будет результата. Человек должен доверять, не бояться, что не должно быть страха, что вот я сейчас приду, и меня там начнут бить, колотить. Нет. Я очень жесткая сама по себе и в принципе и в жизни, и в работе, и с детьми, и в балете. Но в то же время я пытаюсь не закомплексовать ребенка, а наоборот найти в нем что-то, что не будет у другого. В первой сторону молодец. Вот. Поэтому я, наверное, я жесткий педагог в плане вот характера, но бить, ругать, орать я не буду. Я буду с ним разговаривать как со взрослым. Да. Я реально с детьми разговариваю как со взрослыми людьми. Я не вижу передо мной, там вот девочка будет стоять 6 лет, и я не... Я буду с ней разговаривать как будто это мой ровесник. Дает результат? Да. Гранд Батман, чем мы поднимаем? С тобой, молодцы. Правильно, через пол, да, промазать сначала раз, а потом бросается на сок. Балет и театр, он отнимает, наверное, большую часть моей жизни. Весь в мыслях о премьерах, о спектаклях. Ты вечно думаешь, какая у тебя завтра репетиция. Ты свой график знаешь только сегодня в 12, я узнаю, что у меня будет завтра. И так каждый день. И ты живешь, можно сказать, на пороховой бочке. Мы не можем, я не смогу, допустим, с какой-то своей второй, если будет половиной, я не смогу знать, что через неделю я поеду там на море или там через два дня я могу слетать куда-то в другой город, потому что я буду нервничать и переживать, что мне скажут, меня не отпустят, у меня спектакль, у меня как бы сердце отдано именно этому театру, потому что век балерины короткие, нужно все успеть, все попробовать сделать, реализоваться. Я рада! Я рада! я обожаю этот город я жила много лет новосибирске потом приехала сюда новосибирск допустим до город холодный все бегут на работу вот это метро все серое большой мегаполис а здесь настолько уютно здесь таким уютные улицы красивые дома красивые парки развлечений то есть я себя чувствую здесь вот по-настоящему как дома вот так рот закрой у меня была ученица она была настолько послушная она все исправляла на все 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 дело кирочка арестова она занималась гимнастикой занимается до сих пор и вот почему-то мне это села имя и мне так она понравилась и вот теперь у меня кира в честь киры ученицы кире не очень это все дело нравится шпагаты растяжки я не знаю будет она этим заниматься или нет но время покажет и даже если она захочет заниматься балетом то я не буду ей преподавать классический танец потому что восприятие все равно другое у ребенка должно быть восприятие не мама учитель а педагог который направляет пам-пам-пам-пам-прыгай так об главное быть честным собой с другими и с собой с другими собой прежде всего и вот как-то старая жаба запрыгнула в окно и увидела на подоконнике спящую крошку жаба не раздумывая схватила скорлупу с девочкой и скрылась в ночной темноте вы знаете я чувствую людей и вот это вот негатив и злость почему то я прям вижу в человеке если вот познакомлюсь да и понимаю то или не той и я не знаю какая там причина что мне не нравится но просто вот какое-то чувство есть недавно поняла что у меня оказывается наверное нет друзей у меня есть знакомый так буду называть потому что вот последние месяца моей жизни правда показали так что друзей не нужно заводить иметь лучших друзей что вот я не будущий мой лучший друг наверное мама которой я расскажу абсолютно все я отходчивое предательство я не забуду наверное да никогда а какие-то если просто ссоры то я быстро отхожу и мне нужно быстрее быстрее помириться чтобы все это забыть потому что мне надо чтобы было все хорошо чтобы все было мирно короны я же сама все делаю на спектакле и у меня почти все они в театре в театре как только премьера и говорят не на ну вы же справитесь с этим заданием для меня это очень важно я делаю все короны сама вот как я добилась такой статусности в этом городе наверное все таки это мой приезд в 20 лет и это знакомство с борисом ловичем ротбергом потому что он меня сделал такой он меня очень сильно закалил в свое время он меня научил как жить в театре как себя вести как уважать как ценить то что у тебя есть и как характер сила воли настойчивость упертости и никогда нельзя говорить такие вещи что я просто слышала например да вы омск это ерунда нет ты там и нужно расти нельзя там говорить что я из провинции да и значит мы хуже мы ничем не хуже я считаю меня воспитывал папой жестко так скажем он очень меня любит он никогда не сюсюкался и ной там не говори еще что-то не жалуйся то есть не говорил что там терпеть надо дам все равно ты выскажешься но не ной ты не нытик вот вот такие вещи наверное все таки они создали во мне такой характер что я могу там сильно-сильно удариться я не заплачу я могу взять 10 пакетов донести балет это это искусство это синтез движений эмоции души и музыки и всего-всего да это все слитого едино это профессия с которой наверное тяжело уходить особенно если ты живешь этим всю жизнь и ты вот и наверное когда ты ведущий артист наверное это больше к этому подходит что тяжелее прощаться со сценой естественно если артисты я так считаю больно адекватные они и их попросят встать ниже на ступень и работать продолжать если тебе этого хочется да быть в творчестве быть в своем родном театре то люди уступают наверное все-таки остаются но у кого гордость не позволяет скорее всего я так думаю нужно уходить тогда с достоинства иногда задумываюсь кем бы я могла еще быть и все-таки кроме балета я ничего не могу придумать возможно возможно я бы хотела еще стать актрисой театр и кино это вообще моя мечта детства была да да может быть когда-нибудь сбудется вдруг и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok